Один из моих любимых исторических анекдотов. Как-то раз бывший уже шахматист, ну, великий шахматист Михаил Ботвинник принялся ругать заочно Гарри Каспарова за то, что тот не взял фамилию своего отца Вайнштейн, а взял фамилию своей мамы Каспарова. И вот Ботвинник говорил, как же так, вот он отрёкся от своей какой-то еврейской сущности для того, чтобы было полегче пробиться. Я, например, вот так не стал. Я вот Ботвинник, еврейская фамилия, и я хожу с этой фамилией, хотя тоже могу взять фамилию мамы. Ему говорят, а как фамилия Михаил Моисеевич вашей мамы? И он с гордостью отвечает, фамилия моей мамы Рабинович. И я неоднократно пересекался с Гарри Каспаровым в эфирах, но это всё было как-то по видеосвязи, я всё хотел у него спросить, правда это или нет, и не получалось. А тут я встретился впервые с ним вживую, и я прям трясся, думал только его после эфира не забыть успеть у него спросить. Буквально на выходе из студии «Честного слова», где мы с ним разговаривали, я остановил и сказал, «Гарри Кимыч, можно я вам задам один вопрос? Я не успокоюсь, если вам его не задам». И вот я спросил Гарри Каспарова, правда это всё в анекдоте или нет? Вот что Каспаров ответил. Гарри Кимыч, один из самых популярных анекдотов в интернете шахматных, вот про то, что Ботвинник, на экране открыто, что он ругал вас за то, что вы сменили фамилию, что вы на самом деле Байнштейн. И правда или нет? Мог Ботвинник вас упрекать в этом? Мне кажется, шутка Талевская, очень похожа на Михаила Михеевича. Я говорю, Михаил Михеевич Талев всё-таки, да, как бы. Вот, а я не думаю, что она в каком-то варианте могла бы, могла бы прозвучать, ровно потому, что она сильно на Ботвинника не похожа. Михаил Михеевич был человеком другого склада, такой старый коммунист, в общем-то, верующий в Советский Союз. И он как раз сыграл важную роль, когда поддержал мою маму в решении в 75-м году поменять фамилию, вот, и вообще оказывал, конечно, огромную помощь. И с 73-го года, с августа, с нашей первой встречи, 50 лет прошло уже, вот, как раз Ботвинник был тогда почти сколько мне сейчас, ему 62 года. То есть помню, что он, показав, сделал мне еще угол на стуле, вот, как бы, на двух стульях, на двух стульях, показал, что надо заниматься там. Он, я ему сразу понравился, вот, и до 87-го года у нас были идеальные отношения, вот, как бы, как бы, я был любимым учеником, потом, когда стал чемпионом мира, мы возобновили школу Ботвинника, уже Ботвинника Каспарова. Ну, и, к сожалению, разрыв произошел опять по политической линии. Михаил Моисеевич начал рассказывать нашему новому поколению учеников, там, Крамнику, Широву, о том, что Сталин выиграл войну. И тут я, конечно, не выдержал, вмешался уже, и это, в общем, привело к тому, что наши отношения пошли под откос. Но чемпион все равно великий. Да, безусловно, патриарх Советского Шахмана Школы. Спасибо.